Патриотическая акция эстафета Побед в нашем городе прошла впервые. Она сразу вызвала живой интерес как со стороны различных общественных организаций и объединений, принявших в ней участие, так и со стороны жителей города, которые с удовольствием провели субботний день на площади Победы. Среди участников акции оказались активисты движения «Молодежка ОНФ». В первую очередь мы пришли от молодежки поддержать наших олимпийцев, а также вспомнить и почтить память участников Великой битвы под Сталинградом и поблагодарить их за победу. Помимо праздничного концерта, в котором приняли участие творческие коллективы Рязани, здесь были обустроены различные тематические площадки. На одних можно было познакомиться с главными лицами Великой Отечественной войны, на других узнать о подвигах, которые совершали советские солдаты. Моя станция посвящена герою Советского Союза Девятаеву Михаилу Петровичу. Он летчик. Ему удалось совершить побег из немецкого плена. Я предлагаю упрощенную версию побега. Нужно собрать самолетик из бумаги и запустить его как можно дальше. Особая восторг у участников акции вызвала возможность познакомиться с военной техникой, а также поддержать в руках оружие, которое некогда участвовало в боях. Это знаменитая винтовка Мосина. Самое массовое и самое надежное оружие Великой Отечественной войны. Наряду с ППШ ее называют оружием победы. Именно эту винтовку нашли под Смоленском в 2015 году. Она реально участвовала в боевых действиях. И сегодня каждый Рязанец может подержать ее в руках и таким образом прикоснуться к великой победе наших предков. Еще одна точка массового скопления гостей – полевая кухня. Сложно отказаться от удовольствия попробовать настоящую солдатскую кашу. Как вам каша? Отличная, очень вкусная, аппетитная. Дом такой не готовим. Как вам вообще мероприятие? Очень хорошее мероприятие, очень полезное. И очень хорошо, что вот именно для детей. Поэтому к мой внук я его привела, чтобы вот у него гордость была за нашу страну, за нашу родину. Также в этот день все посетители патриотической акции могли оставить свою подпись в поддержку российских олимпийцев. В начале праздника подписи оставили первые лица города, после к ним присоединились жители Рязани. Я считаю своим долгом поставить подпись в поддержку олимпийцев, так как они сейчас находятся не в самых лучших условиях в связи с политическими действиями. Поэтому я считаю, что мы все должны сплотиться и не только поставить подпись, но и делом, и словом поддержать олимпийцев. Продолжилась патриотическая акция «Стафета побед» товарищеским хоккейным матчем, который прошел на катке, расположенном на площади Победы. Погода позволяет нам проводить массовые мероприятия. У нас всю зиму работают катки в городе. И сегодня мы решили провести открытый турнир по хоккею 18+. Заявилось более пяти команд, будут играть по открытой системе. Поэтому делаем все, чтобы граждане занимались спортом, ну и выходные проводили, в том числе на площади Победы. Участие в товарищеском матче приняло пять команд. Несмотря на то, что на льду встретились любители, накал страстей был нешуточный. А небольшая площадка, выбранная для турнира, только добавила зрелищности. На большой площадке будет не так зрелищ, не такие скорости будут. А здесь все очень быстро, динамично происходит. Очень, если заметили, без вратарей, чтобы было больше голов. 20 матчей выстояли спортсмены. На протяжении всей игры их поддерживали болельщики, а в перерывах гостей согревало фаер-шоу. По итогам товарищеского матча третье место заняла команда МЧС. Вторыми стали хоккеисты-любители из Никуличи. Ну, а победила команда Вымпел. Обычные дворовые ребята собрались, приехали, поиграли. Хорошо, что выиграли, получилось вроде все. Поздравил спортсменов, исполняющие обязанности главы администрации города Сергей Карабасов. Он вручил победителям медали, ценные подарки, а также денежные премии. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».